Казалось бы, где царь, а где зарплата? Ведь ему и так, в общем-то, принадлежит все. Так и было долгое время. Царь просто требовал выдать ему необходимую сумму из казны. Все изменил Павел I, одна из самых трагичных фигур в российской истории. Император, которого за глаза называли, цитирую, самым некрасивым человеком в империи. Увлеченный идеей рыцарства, человеку, у которого были сложные отношения с матерью и не менее сложные с сыном. Именно он первый решил, что нелегкий труд императора должен оплачиваться. То есть фактически ограничил ранее безграничные расходы огромной императорской семьи. 17 ноября 1796 года он подписал указ об ежегодном отпуске денег императорской фамилии. Надо уточнить, что зарплата царей была годовой, а не ежемесячной. Суммы, конечно, огромные, но зато строго регламентированные. Больше всех, естественно, зарабатывали императоры и его супруга по 500 тысяч рублей в год. К слову, его жена была самой многодетной императрицей в отечественной истории – 10 детей. Наследник престола Александр I, который потом стал во главе заговора против отца, получал 200 тысяч рублей, а его жена уже в два раза меньше. Столько же по 100 тысяч зарабатывали остальные сыновья, а их супруги – 70 тысяч в год. Меньше всех платили дочерям императора – по 60 тысяч рублей. Причем, если дочь государя выходила замуж, она получала миллион и на последующие выплаты рассчитывать уже не могла. Вот такая вот экономия на дочках. А теперь разберемся, много это или мало. В 18 веке каменный дом с тремя комнатами и конюшней в столице можно было снять всего за 8 рублей в год. Зарплата писаря офисного планктона той поры – всего 20 рублей в год. По сравнению с императорскими – разница, конечно, гигантская. В отличие от чиновников, русские императоры свои зарплаты не увеличивали, а сокращали. Александр III, сетую на расточительность Павла I, отмечал, что императорская семья при таких тратах скоро пойдет по миру. В тайне от родни он подготовил новый план расходов – положение об императорской фамилии, которое подписал 2 июля 1886 года. Доходы семьи Александр III сократил почти в три раза. Сумма заработка того или иного члена многочисленной императорской фамилии напрямую зависела от степени родства с императором. Себе и императрица Александр III снизил зарплату с 500 тысяч сразу до 200. Согласитесь, удивительно! Их дети до совершеннолетия теперь стали получать всего 33 тысячи рублей вместо прежних ста. 100 тысяч теперь зарабатывал лишь наследник престола, жалование которого упало сразу в два раза. Лишь приданное дочерям осталось на старом уровне – 1 миллион рублей. Следующий раз содержание императорского двора ограничила уже Государственная дума в 1906 году. Теперь им отводилось на все про все 16 миллионов рублей в год. Впрочем, и этого хватало на то, чтобы содержать русский императорский двор во всем его блеске и великолепии. Субтитры создавал DimaTorzok